МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слово предоставляет Елена Геннадьевича Славовича. Говоришь, даже и полчаса не уложу, поэтому я по основным критериям своей программы пройду. Ну, первое, что я бы нашел свою программу с того, что необходимо создание эффективной, исполнительной власти в городе. Не секрет, что в последнее время доверие народу власти пошатнулось. И для этого мы вместе с вами и я должны провести определенную, можно так ее назвать, реформу власти. Это как первый шаг направлен на укрепление экономических основ местного самоуправления. И она должна проводиться в соответствии с направлениями, намеченными указом президента Российской Федерации от 23-го, 7-го до 13-го года. Здесь бы я обратил внимание, прежде всего, это на планирование проведения организационных изменений в администрации. Понятно, будут проведены работы по неизменению структуры администрации, будет сделан упор на омоложение администрации, на внедрение новых информационных технологий, ликвидация обязательно параллельных функций управления. У нас это, к сожалению, пока еще нередко случается. Разработка обязательно и внедрение критериев оценки эффективности деятельности работников администрации. Разработка и внедрение системы мотивации работников не платить обязательно премии всем подряд, а все-таки избранным. А у нас много работников администрации, качественных профессионалов, которые хвалят и жителей нашего города. Поэтому стимулировать добросовестный труд нужно обязательно. Также внимание обязательно поделить разработке и реализации программы повышения квалификации работников администрации. По работе в сфере социальной политики. На что бы я обратил внимание? В социальной сфере. В сфере образования. Это обязательно создание условий для качественного, общедоступного, общего и дополнительного образования детей. В том числе обязательно ликвидация очередей детских и дошкольных учреждений. Подготовка специалистов с высшим образованием для нужд города. К сожалению, в последнее время есть такая тенденция, что молодые специалисты, приходящие на обучение детей, не имеют должного, качественного образования. Участие в федеральных и областных программах для удержания квалифицированных кадров в городе. Для этого мы сейчас присмотрели, как вы знаете, ряд программ для стимулирования работников, прежде всего, в социальной сфере, их денежной мотивации, предоставления земельных участков, ну и еще ряд мероприятий. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений, оснащение их современным учебно-игровым, компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Дальше. В области ЖКХ. Что бы я обратил внимание? Это первое. В следующем уже году ликвидация 20 объектов на Курске, Ветхого и Аварийного фонда. Из них мы попали практически в программу областную по 12 объектам, по 8 будем проводить работу с правительством, чтобы попасть в нее обязательно и получить и федеральное, и областное финансирование. Также основное направление в связи с ЖКХ – стимулирование жилищного строительства в городе. К сожалению, как вы знаете, с этим у нас в городе не все благополучно. Строим мало. Строительные фирмы, которые в городе строят их по пальцам в одной руке, можно пересчитать. Поэтому мы администрацией, властью должны предоставить котель годные условия тем застройщикам, которые будут строить жилье в нашем городе. И прежде всего, наверное, предусмотреть, взяв на себя частичное финансирование проведения инженерных коммуникаций к определенным участкам строительства. Большую работу нам надо провести, она ведется в администрации, но ее надо усилить по выделению земельных участков под индивидуальное жилое строительство. Как показала практика, наши граждане с удовольствием берут земельные участки и строят на них индивидуальные дома. Поэтому продолжать программы по выделению земельных участков надо обязательно и делать с каждым годом шире и шире. Большое внимание обратить строительство дорог. И я обещаю, что в следующем году у нас по просьбам промышленников будет капитально отремонтирована дорога в районе завода «Орксинтез». В районе завода «Орксинтез», извиняюсь, и дорога будет отремонтирована от «Заевской объездной дороги» до завода «Заев». Что касается инвестиционной политики. В целом, на первый взгляд, у нас хорошо развивается инвестиционный процесс, но в нем ряд проблем, которые нужно решать, и решать надо очень быстро. Вы знаете, у нас сформирован прекрасный промышленный парк, восточный, которого подводы инженерной коммуникации ждет на сегодняшний день 18 крупных инвесторов. Деньги в бюджете частично у нас заложены на инженерную структуру. Они будут освоены, я считаю, успешно в течение 23 месяцев. Участок 530 гектаров земли даст нам возможность привлечь новых инвесторов и, соответственно, увеличить налогооблагаемую базу нашего бюджета. Мы должны помогать существующим предприятиям модернизировать свою экономику, помогать в инвестиционном процессе самих предприятий. Для этого в кратчайшие сроки предоставлять земельные участки. Я сразу вам скажу, что будет большая реорганизация проведена в управлении архитектурой градостроительства и в Комитете по управлению муниципальным имуществом. Комитет по управлению муниципальным имуществом должен в следующем году перейти на электронные торги по выделению земельных участков, при представлении собственности или варенную плату земельных участков. Такая практика в России пока еще не развита, но город Санкт-Петербург на это уже перешел. У МИЗа дальше поставлена перейти в ближайшее время на электронные торги. Знаете, что у нас много замечаний по организации самих торгов по выделению земельных участков. Дальше сократить количество в КУМе процедур по конкурсам по оценочным компаниям. Задача поставлена в КУМе. Оценочные компании должны быть на весь год две. Одна занимается выделением земельных участков, торгами по ним другая, торгами по продаже муниципального имущества. Это в следующем году также будет сделано. Наверное, я дальше не буду засчитывать программу, но я лучше ответил на ваши вопросы. А, ну еще, Павел Михайлович, я обещал, какие у нас знаковые проекты будут в городе, с моей точки зрения, я бы хотел видеть. Я их вам также сейчас засчитаю. Первое. Пыра-газ, которой мы уже проблемой занимаемся, наверное, в городе более 10 лет, пока у нас так и остается этой проблемой. Но я думаю, и движение у нас началось в администрации, и находим общий язык с правительством. При участии руководства завода Свердлова мы этот вопрос, я думаю, на стадии проектирования, это первая половина следующего года будет решен. И строительство самого газопровода, я думаю, во втором полугодии следующего года, это вполне реально. Далее, замена первого трамвайного маршрута. Я думаю, если мы выйдем на заседание городской думы в январе-феврале месяце, с предложением администрации думы согласовать проект реконструкции трамвайных путей, мы получим его, и в следующем же году мы должны сделать на него проект. Дальше. С правительством Нижегородской области согласовать обязательно продление строительства перинатального центра. В городе у нас жители его ждут, и это задача администрации в ближайшем будущем, но в ближайшее время согласовать строительство перинатального центра. Следующий этап. В следующем году мы должны с вами закончить проектирование строительства нового фолка, который ориентировочно будет находиться у нас в районе Карусели. Следующий объект. Капитальный ремонт и благоустройство. Обязательно обращение к благоустройству. Набережная наша. Здесь мы будем просить помощь соблазнового правительства, чтобы на условиях софинансирования нам этот проект реализовать. Про парк Держис, я уже сказал, я считаю тоже важным и прорывным для города Держис проектом. Следующий проект. Я считаю его очень важным. Это создание многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг граждан города. Проект у нас закончен. Гастелло 11 здания готово к капитальному ремонту. Деньги в бюджете на это есть. Задача на следующий год спроектировать еще один многофункциональный центр в другой части города. По второй нитке тепловского водозабора предварительно с правительством области договоренности есть. Правительство обещает на условиях софинансирования при, опять же, подтверждении нами приступить к строительству второй нитки тепловского водозабора. Вот эти основные проекты, которые я вижу к реализации в ближайшее время.